Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Декоративный карибский папоротник не часто используется в озеленении интерьера помещений и очень упрасно. Мой папоротник – культиварх флеподиума Декуманна. Возраст растения уже достаточно серьезный, но перспективный, что легко определить по величине и размеру корневища. Он занял огромное место в прямом и переносном смысле в моей домашней оранжерее на северной стороне дома и навсегда стал самым любимым островитянином. Флеподиум – эпифитный, реже литофитный папоротник, имеет поверхностные корневища. В природе способны расположиться в самой маленькой расщелине между камнями или занимает свободные сколы на коре деревьев и снабжено тонкими, но цепкими корешками. Мощное корневище у моего экземпляра около 2,5 см в диаметре и увеличивается по мере возраста и роста растения. Крупные многочисленные ваи на длинных прямостоячих черешках от нежно-салатового с голубым отливом у молодых ваи до дымчато-зеленых глубоких оттенков у взрослых. В домашних условиях растут молодые побеги вместе с ростом корневища, с его свободного края. А при благоприятных условиях ваи могут отрасти повторно по всей выступающей части корневища. Флеподиум всегда имеет декоративный вид. Флеподиум, являясь частично листопадным, изменяет цвет листьев перед опаданием до золотых. В домашних условиях такое явление происходит в конце зимы. Из-за игры красок флеподиум похож на сказочный лес. И если вы приобрели экземпляр в магазине, не пугайтесь сбрасывания листьев. Так ваше растение реагирует на перемену клипта и обстановки. Перед покупкой обязательно определитесь с местом его расположения. Растение светочувствительно. Своему растению я обеспечила постоянный, но рассеянный свет, используя фитоламбру полного спектра, расположенная на расстоянии полутора метров от растения. Имитируя полок тропического леса, ярусом выше у меня располагаются более светолюбивые папоротники. Своими ваями они немного прикрывают от прямого ультрафиолета, создавая рассеянное освещение. Флеподиум более требователен к влажности воздуха. Он не любит опрыскивание. Его ваи нежные, почти молочные. Флеподиум будет признателен вам за имитацию тропического дождя, воссозданного в ванной комнате. При этом очень важно помнить, что чешуйчатое золотистое корневище необходимо оставить сухим. Пленка убережет декоративный внешний вид чешуек корневища вашего папоротника. Полив необходим частый, но совсем немного поверхностный. Хорошо переносит органические минеральные удобрения в малых пропорциях и температуру воздуха от 18 до 27 градусов. Ежегодную перевалку полиподиума я провожу в начале марта месяца, используя горшок немного шире предыдущего. А грунт традиционный для папоротников, который составляю из верхового торфа, песка, гумуса. Использую частички коры и древесного угля. Используя достаточно простые правила содержания растения, флюбодиум долгие годы будет радовать вас неповторимым внешним видом и шикарной кроной. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хельм и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Терра Хельм и ставьте лайки.